Окна чуть-чуть торчат. Вся скотина, всё подохло. Так выглядит село Евдокимовка. Точнее, то, что от него осталось. Спасатели успели вывезти более 150 человек. Шесть жителей от эвакуации отказались. Когда ситуация стала критической, пытались спастись на лодке. Плавсредство перевернулось. Без вести пропал 8-летний мальчик и 86-летний мужчина. Однако шансы на то, что они остались в живых, равны нулю. Так появились первые жертвы. Первого в новейшей истории Иркутской области настолько серьёзного паводка. Какое горе у людей, ё-моё. И гараж там светлый, пристроенный. А это уже Нижнеудинск. Город с населением более 30 тысяч человек. Здесь плывут дома, нет света, не ходит общественный транспорт. Это в Библии. Потоп начался после 40 дней ливней. Чтобы утонуть, Нижнеудинску хватило трёх. За это время выпало более трёхмесячных норм осадков. И вода продолжает пребывать. Тем не менее, именно в Нижнеудинск, где находятся пункты временного размещения, свозят людей, эвакуированных из отдалённых сёл. Куда, куда, дали. Плачут дети, плачут их родители. Эти люди оставили всё, что у них есть на растерзание стихии. Полностью эвакуирована отдалённая деревня Алыкджер. Сейчас там нет даже домашнего скота. Девять коней, сразу всё, они погибли. Прямо на глазах у нас. Проплывали вот так вот. Коровы плыли. Коровы плыли. Но кони прям так жалко. Я не сразу же всё в шеверу их попёрла. И всё, они погибли. Людей приходится вывозить на вертолётах. По-другому добраться до отдалённых населённых пунктов невозможно. Дороги под водой. В общей сложности подтоплено более двух с половиной тысяч жилых домов. Столько же приусадебных участков. Полномоченный представитель президента в Сибири обратился за помощью к военным. Свою группировку в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах наращивают и спасатели. Работают у нас порядка 20 плавсредств. Сейчас вот уже решён вопрос по привлечению плавающих транспортеров, которые тоже в ближайшее время запустим. Значит, населению оказывается адресная помощь. Вот, конечно, ситуация очень сложная. Серьёзные проблемы сегодня и с транспортом. Почти сутки была перекрыта федеральная трасса в Нижнеудинском районе. Режим чрезвычайной ситуации введён на железной дороге. Серьёзные испытания ждут Тулунский район. По прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня уровень воды в реке Ия поднимется более чем на 3 метра выше критической отметки. Жители 40-тысячного города призывают эвакуироваться. Уважаемые жители города Тулуна, наступила гидрологическая ситуация по поднапрению города. Вам необходимо срочно эвакуироваться. Сегодня в Тулунский район выезжает наша съёмочная группа. О том, как спасают населённые пункты, мы расскажем уже в понедельник. Евгений Шоев, новости по будням.